Если в качестве эмоционального ориентира брать вчерашний день, то, конечно, неудивительно, что сегодняшний начинается далеко не самым бодрым образом, но еще не все потеряно, друзья, это только первая Best of 3 серия, и вполне возможно, что третья карта получится значительно более яркой, чем первые две, если верить нашим аналитикам, карта хорошая у одной и у второй команды. Ну, вообще, вот Mibor, не знаю, на меня лично произвели такое впечатление в рамках этой Best of 3, ну и опираясь, опять же, на ваше рассуждение, что это команда, которая очень сильно зависит от того, на какой карте они играют, и, собственно, от этого зависят их перформансы, то есть карта Train, получается, третья у нас. Нет, в самом деле, просто один простой вывод, то, что у них слабый мопул, и все. Окей, хорошо, ну, этот вывод тоже вытекает, но на карте Train бразильцы, они же вроде неплохо играли. Ну, вообще, исторически, если брать, то скорее хорошо, чем плохо. Скорее всего, мне кажется, что Train, они начали быть тир-один коллективом, они прям начали обыгрывать, и Train была у них немножечко короночка даже. Ассигнатурка даже. Да, а тут осталось, можно сказать, из того коллектива три человека играет, или четыре даже. То есть, насколько это показательно, такой вопрос? Mibry, ну, это же по-любому уже не тот коллектив, о котором мы говорим, когда упоминаем Train, как та карта, с которой началось шествие команды, которая стала чемпионом всевозможных турниров. Я просто пытаюсь понять, в какой, ну, в каких кондициях реально объектив-то сейчас находится, коллектив находится, в смысле. Ну, команда на одних картах выступает более или менее, как сейчас на оверпассе, на других картах проваливаются полностью. Да, в принципе, ну, дело, мне кажется, не в картах. Понятно, что у каждой команды должны быть карты, на которых они сильны, есть карты, на которые они меньше тренируют, меньше внимания уделяют, потому что очень сложно быть на всех картах сильным. Но, опять-таки же, мэп-пулу, что у одних, что у вторых, не такой большой, и, ну, Train. Что можно сказать по Train? Ну, как сказал Анатолий, в свое время это реально была одна из сильнейших карт Mibrow, они часто ее пикали. Для бегов тоже неплохая карта, часто они играли ее, неплохие раунды, то есть есть понимание, как играть на этой карте. Но мне кажется, что это не самый лучший выбор для третьей карты для бегов. А так по игре, если смотреть, то сейчас вспоминаю матч, на самом деле, на Train, Best of 1, когда беги выбили СК с Везга. Best of 1 как раз был Train, и они достаточно легко выиграли. То потом, я не знаю, встречались ли они именно на Train, но, в принципе, карты... Карта хорошая для обеих команд, другое дело, какое качество CS мы сейчас увидим. И что могут предложить ребята из Big? Потому что, ну, не хватает фаер-пауэра, нету авика. Сложно играть, поэтому, ну, прогноз... Им вообще, я не понимаю, за счет чего они должны выигрывать на карте D-Train. Вот за счет чего, правильно. А я вообще, я что-то трейн... Знаешь, вот иногда ты цепляешься, у них есть жесткий авик, да? Я мог сказать это сейчас про Mibor. У Mibor есть авик. Сейчас, ладно, не такой жесткий он, но... Но попадает. Да, есть, да. Тут вообще нет авика. Есть Хондарес, который выделяется тем, что он всегда топ-фрагер, то, что он умеет жестко попадает. Но он, опять же, не тащит команду Bic. Это не тот, это не симпл в Na'Vi, который может соло вытащить. Это там не зайву в Vitality, который соло может вытащить. Да, он сильнее, но все равно не хватает его себе. Я даже не представляю, ну, почему B.I.G. так плохо играют, это первый вопрос. И второй вопрос, Митя, ты сказал, что маппул не особо решает. Я чуть не соглашусь, потому что все-таки, если мы загоним команду любую топовую на Vertigo в самом начале против команды средника, которая играла Vertigo раз там 10-15, то, я думаю, выиграет средника. И конкретно маппул не решает это. Но ты сказал, что я не думаю, что здесь, когда два коллектива играют, вариант из-за карт. Вынужден прервать ваше обсуждение. 1-4 на команду Mibar, 2-8 на B.I.G. А как считаете вы, кто закрывает серию? Я повторюсь, я не перебываюсь. 2-1, Берлин, Интернешнл, гейминг. Made in Brazil. О, все, господи, как же это звучало прям в устах этих прекрасных господ. Так же, как и комментирование третьей карты этой Best of 3 серии в исполнении вот этих двух еще более или менее, не знаю, прекрасных господ. Аналитика, как всегда, божественна. Как всегда, все прекрасно и хорошо. Так же для вас, Громжик и Пчелкин. Будем комментировать третью карту этого противостояния, кто же окажется сильнее. Но вообще, вроде как, Mibar сейчас выглядит посвежее и вроде как забрали свой пик более уверенно, чем B.I.G. Забрали свой даст. Поэтому тут как-то мне кажется, что вроде Mibar и должны 2-1 закрывать. Приветствуем также нашего любимого обсервера Дональд Дэни. Даня Жги. Жги показывает нам лучшие моменты этой карты. Ну что же, третья карта Mibar или же все-таки B.I.G. Сыграют на главной сцене ESL 1 Кёльна. Посмотрим прямо сейчас. И первый минус уже от Лукаса. Просто ватапом залетает по товарищу Тапсону. Неплохо сыграно. Ну и ситуация 5 в 3. Уже Fallen Лукас. Слушай, ну это пока что какая-то однобокая пистолетка в исполнении команды Made in Brazil. Ну, как говорят в футболе, не наказываешь ты, наказывают тебя. Или не забиваешь ты, забивают тебе. Ну и, судя по всему, бразильцы здесь уже прям слишком круто намеренно закрывают эту третью карту. Ну, по крайней мере, сделать такой вывод можно по пистолетке. Да и начинают они в обороне, делают это 5 в 0. Всего лишь 20 хп потерял Fallen. И это все потери команды Mibar на первой пистолетке на карте Train. Коэффициент нашего партнера по рематч пока не меняется ничего. Mibar 1.48, B.I.G. 2.53. Мибар выиграли ножи, Mibar выбрали сторону контртеррористов, сильную сторону на карте D3N. И уже забирают пистолеты. И делают это играючи, легко, непринужденно. Вот так вот по-бразильски. Ты знаешь что-нибудь на португальском? Ола. Кока-кола. Так, минус Тапсон. Ситуация 5-4. Ну и тоже без проблем должны забирать этот раунд Mibar, поскольку там только глоки. А глок что? Ну, это не оружие, если вот так вот по одному идти сливаться. Да, в пятером затыкать можно, но я думаю, что все-таки упадут. Вот так, основа начинает вот это вот то, что начал на карте Overpass. То есть фармить игроков из Berlin International Gaming. Вот уже минус 4, пожалуйста. А прошло-то только 2 раунда. 2-0, закуп от Big. Будем смотреть, пока никто не сделал. Шикарная, шикарная статистика. Прям супер красиво она выглядит у команды B.I.G. Ну и здесь пока что Epitasio продолжает радовать своих фанатов. 4-0 идет Тако. Ну и посмотрим, что они придумают в рамках уже третьего раунда. Потому что у их оппонентов 3 АК-47, 2 СГ и крайне неплохой пул гранат. Поэтому сейчас Big будут играть, наверное, своим самым любимым и всем известным уже стилем. Вот этим медленным, терпким, неприятным. Ну и давайте смотреть, что они придумают сейчас. Там, кстати, демидж уже вносится по Lucas'у и по Tabson'у. Ну, пока что начало, я бы сказал, больше за командой все равно Mibor. Потому что 29-х поясняли Lucas'у и 49-х сняли Tabson'. Ну, в перспективе посмотрим в итоге, на что это повлияет. Gobi на верх-низе здесь всячески пытается развлекать своего оппонента. Mibor на это все дело не ведутся. Lucas'у с MP9 на верх-низе готов встречать своего соперника уже здесь ронять на лопатке. Ну, а пока что готовит раскидку Tabson'у нас. И вообще с такими девайсами нужно идти, конечно же, ближе к Апланту, как мне кажется. А Lucas'у еще и закрывает на верх-низе Gobi. Gobi допрыгался здесь, откровенно говоря. Ну, что? Большинство. Большинство для Mibor. И тут у нас Tizian под B1 игрок был. Его было слышно. На него потратили Molic Mibor. И один, как минимум, Molic уже один только лишь игрок из Berlin International Gaming на себя выманил. Теперь сюда еще и Tabson подошел. Флэшка полетела. Раз. И дочка, и заход. Вот Tabson, по крайней мере, открылся, посмотрел. А там два опорника. Там два опорника под B. Там не все так просто, но это на самом деле и не B выход-то. Потому что бомба вообще находится на сотке. И отсюда будет выходить, скорее всего, Tabson. Как больно, но выживает. Просто невероятно. Там один хп. Людый расинхрон в атаке, если честно. Добивают его и вот так вот. 5-0. Это, наверное, должно было так. Двое выходят здесь, стягивают на себя внимание. В этот момент происходит перетяжка сабазы через коннектор. Те, кто заходят в сотке, убивают все это дело в спину. Но не получилось. Как бы сказал мой один хороший знакомый, выход на полрубля. Вообще никакой. Почему-то в последний тайминг у тебя два типа выходят на нижний через B, а бомба выходит вдвоем через сотку. Даже, окей, даже если там размена один в один, что наилучшим образом могло бы как-то сложиться для команды B.I.G., все равно там на Аплэн даже поставили бомбу. Большинство было бы за командой MIBOR. Там три в два. Ну, не знаю, как-то все слишком спорно. Слишком спорно. Беги берут сейчас у нас в свои руки два. Деглам, P250, ну и скаут для Тапсона. Така у нас здесь на приемке. Пока, кстати говоря, один. Могут накинуть ему флэшчик, поскольку две имеются в B.I.G. И могут, ну вот так вот, например, да, Фера перестрелять. Хотя так откидывает неплохой молик. Вот установка плента. Тизиан бежит. И вот перемещение должны были слышать. Мама будет установлена. Тизиан вроде как взял на прицел выходящего. Специально нацелился в то место, где появится голова. Но появилась голова. А голова умеет стрелять. И перестрелял того самого игрока атаки. Тапсона Коппи остается вдвоем. Бомбу поставили. Это из позитивного. Умерли все. Убили только одного. Бомба будет разминирована. Ну и, соответственно, 4-0. Уверен, начинают в защите ребята из коллектива M.I.B.R. И теперь очередной бай. Будет у Бигов. По фуллам. Ну, кстати, остается там у Ксантароса 1900, 1250 Гоба Би. У Тизиана 1300. Может быть, даже и на следующий хватит. Если бомбу поставят, так вообще замечательно. Но надо браться. Хэштег в чат надо браться. Ну и поехали. Все-таки положительная тенденция какая-то и имеется в команде B.I.G. Прервал Ксантарос, сделал фраг. Ну, быть может, это первый шаг к тому, чтобы забирать будут раунды команды B.I.G. Молотов сразу за зеленый. И Фоллан запрыгивает на коннектор у нас. И там Савика будет уже орудовать. Ну, экономика прям вообще шикарная. Смотришь на экономику M.I.B.R. по итогам первых четырех раундов. И прям думаешь, блин, как же круто они начинают эту карту. Пока что урон с Гананат наносят игроки команды M.I.B.R. В упоре. Фер. Готов закрывать Тизиана. Ну, слушай, не знаю. Тизиан здесь, если впервые, точнее, впервые увидят тень, то у Фернандо Альваренго будет не так много шансов. Разве что первые два патрона там в голову. Ну, посмотрим. Посмотрим. Быть может, беги сейчас что-то интересное придумать. Но пока это просто рез постояннее. Откинули молики, но никакие позиции больше не заняли. Сейчас просто флешка на выход. Тизиан погибает. Все, а дальше... А что будет делать АВИК сотки? Непонятно. Губи играет наверх-низу. Полетел молик на Олафа. И просто наверх тройно залазит в фер. А здесь хороший смог лежит. Плюс ко всему, и там Губи ничего сверх-низу-то сделать не может. Зелень сейчас уйдет, но это Ксантарес. Но под Ксантареса там вообще никто не открывается. Там по диагонали играет номер пять. Это колд-зиро. Но есть минус по Фернандо Альваренго. А вот это уже неплохо. Четыре в четыре. Сорок секунд есть еще у бегов. А про скидкам все очень плохо. Один молотов, две флешки. И здесь только на стрельбу уже вынуждены играть на Берлин Интернешнл Гейминг. Фолл он находит минус по Деннису. Ксантарес выходит зелени. Минус по Лукасу неплохо. Двадцать три секунды. Три в два на верхнизе. Гопи, по нему есть инфа. Но слушай, ну здесь все, все, все опять. Ой, ладно. Ладно. Бомбу не поставили, но деньги есть. Ничего, один закуп от бегов увидим. Может быть пауза, кстати говоря. Вообще нужен какой-то... Вот Трейн, кстати говоря. Тотал по раунду нашего партнера по рематчу. Меньше 24,5. Два, больше 24,5. 11,76. Трейн, как мне кажется, это вот не карта для бегов. В плане того, что нужно немножечко чередовать вот эти атаки. Медленно и с быстрыми. Потому что беги-то любят в основном только медленный стиль. А Трейн, он не жалует, как мне кажется, такие коллективы. Тут надо разбавлять. Тут нужно попытаться показать нам быстрый раунд. Например, выход под А быстро. Выход под Б быстро. Что-то подпушить, где-то поджать. А вот это постоянное нахождение в состоянии чего-то, какого-то ожидания, либо минуса, либо там еще чего-то. Мне кажется, плодов особых бегам не принесет. Вот, поэтому нужно... Вот пауза как раз. Сейчас ребята поговорят, решат, что идет не так. И, может быть, нас порадуют сейчас быстрым, хорошим, динамичным раундом. Который, кстати, мне кажется, что и Мибер-то, ну, застанет врасплох. Потому что сам Мибер, когда ты навязываешься на такой стиль игры, ты уже к нему привыкаешь. Ты уже сам немножечко становишься таким медленным. Поэтому беги, может быть, удивят. Хотя, кого я обманываю. Ну, поехали. Ладно. Две СГ, два АК-47, один авик для Денниса. Есть три смока у атаки, чтобы сделать свой раунд. А где смок? Где смок есть? Вот, кладу смок. Игроки команды БИГ, ну, какой бы ты толк, если полон находит минус? Да, с одного выстрела двух игроков команды БИГ. И весь выход, все, просто пошел коту под хвост. Потому что бомба падает на нижний парапет. И эта бомба будет теперь явно под присмотром команды Мибер. И просто так пойти попикаться уже не получится у команды БИГ. Да, есть один смок. Этим смоком можно попытаться выиграть себе вот это вот расстояние до бомбы. Но здесь игрок уже на собаке. Это так. И как-то уже, по сути, не выглядит перспективно этот выход от команды БИГ. Игроки еще и сами смог закидывать команды Мибер. Чтобы неповадно было БИГАМ идти за этой бомбой. Это 6-0, уважаемые зрители. И пока что Мибры превосходят, ну, если не на две головы, так на голову точно своего сегодняшнего оппонента. И слушайте, ну, БИГАМ пауза нужна после этого раунда определенно. Нужно поговорить, нужно несколько успокоить темп. Хотя куда? И там уж успокаивать темп игры такой, что как бы здесь пчелки сейчас заснял. Они только что брали паузу. Поэтому куда? Еще одну. Еще? Еще одну. Вот ты говоришь, попикаться не получится. А мне кажется, разве что попикаться только и получится. Потому что сейчас... Таково. Куда? Куда им пикаться? В смысле, они потеряют все девайсы сейчас, если пойдут пикаться. А посмотри на экономику теперь команды Мибер. Смысл им пикаться? Ну, я немножко не про то, но ладно. А-а-а. Да, уже ладно. Уже 6-0. Времени нет. Засейвить девайсы, да, самое верное решение. Потому что бомба была потеряна с самого-самого начала. Кстати, а ты не знаешь, почему бомба выходила первая? Слушайте, ну, это ванвей-выход был в любом случае. То есть... Но все равно три игрока остались. Ну да, можно было, конечно, скинуть эту бомбу. Твоя правда здесь. Но, не знаю, настолько были, видимо, уверены в себе беги в этом целенаправленном выходе через нижнюю, что там в размен в любом случае должен был быть. Но насколько круто сыграл Фоллан. И вот недаром наши аналитики отмечали, да, что Фоллан все-таки уже и потерял свою ценность как один из самых лучших аваперов. Но все-таки опыта ему по-прежнему не занимает. То есть владение и геймсенс у него с авиком – это просто что-то с чем-то. Поэтому здесь такой момент для него уже не чужд в любом случае. Атака 6-0 и беги. Неужели повторяют вновь подобный раунд? Ну, слушай, по первому таймингу было так. Ай-яй-яй. Деннис погибает, и это уже 5-4 вновь. А можно показать нам, пожалуйста, табуляцию сейчас? Потому что сейчас пока у нас немножечко стоят ребята. 0-6, 0-6, 0-5. Да, все, спасибо. Спасибо большое. Это я и хотел увидеть. Ну что, 5-4, большинство для M.A.B.R. Мы продолжаем смотреть увлекательный, интересный Counter-Strike. Беги снова ждут. Занимают немножечко агрессивные позиции. Можно, наверное, их так назвать, поскольку апдаун уже занят. Здесь никого. А вот в то же время Ферр занял сотку. Вот это интересно, потому что оттуда могут и не ждать. Губи так точно. Он просто бежит сюда и получает по голове. Вроде бы остановился, вроде бы решил прочекать там что-то. Но вот этого что-то не хватило. Фолл он смещается немного левее от тормозов. И уже будет пытаться смотреть выходящих с апдауна. Ай, хорошо. Хорошая флешка. Да, вот только там три игрока было. И поэтому не всех зафлешило. И потеряли одного из своих бразильцев. Ну, правда, все равно еще большинство сохраняется. Фолл он до конца. До конца здесь. Замечает голову. Но не попадает. 20 секунд. Беги. Нужно торопиться. Услышали там, скорее всего, конечно же, что забрался кто-то наверх. Фолл он уже упал. Немного раздамажился. Ничего страшного. Но проходят дальше. Все-таки Тапсон перестреливает Фоллона. Ну и бомбу нужно ставить. Времени критически мало. Просто невероятно. А тут еще и игрок есть, который может сейчас выйти. Это Лукас. Просто взять и убить. Ай-яй-яй-яй. Лукас немножко не угадал. И здесь, наверное, больше опыта не хватило. Нежели какой-то, знаешь, огневой точности. Все-таки Лукас понимал, что могли и за тормозами ставить бомбу. Команда Би-Ай-Джи. Но, видимо, точно не расслышал момент, под какой угол была эта бомба установлена. Ну и в итоге Така отыгрывает 1 в 3. Я думаю, максимальная задача здесь перед ним стоит, конечно же, выиграть раунд. Но минимально хотя бы несколько девайсов на отходе команде Би-Ай-Джи закрыть. Да, у него есть киты, но нет смока. Поэтому в теории на суперлейтайминге можно было попытаться бы разминировать бомбу. Но здесь уже Тапсон, понятное дело, не отпускает. Минус 4 от снайпера команды Берлин Интернешнл Гейминг. 6-1. И мы поздравляем команду Би-Ай-Джи с почином. Первый раунд в атаке. Ну, он такой скомканный вышел, что... Какой-то он был странный. Потеряли двух игроков, сделали размен. Ситуация 4 в 3. Просто идут по да. Просто ставят бомбу и перестреливают. Очень странный, мне кажется. Ну вот, тот стиль игры, под него, мне кажется, немного не могут подстроиться. Мибор. Вот чересчур растянутые, и они к этому, может быть, не готовы. Может, как раз и этим и будут удивлять, что без динамики в очередной раз и Мибор там и ждет выпада, а выпада нет. И вот навяжут сейчас свой стиль игры и заберут, например, пятерку за атаку. А может, этого и достаточно будет. Посмотрим, первый есть. Первый есть, и это отличное подспорье для того, чтобы команда Берлин Интернешнл Гейминг начала и дальше, точнее продолжила дальше набирать свои раунды в атаке. Ну, как по мне, вот все-таки четверочка-пятерочка была бы, ну, уже неплохим результатом для них. И всего-то сыграно семь раундов по факту. Если сейчас беги, заберут два-три раунда, они полностью убьют экономику бразильцев и могут выйти даже вообще на более чем хороший счет для себя, не говоря уже о четверке или той же пятерке. Поэтому беги, все в ваших руках, но давайте смотреть, что сейчас готовит команда Берлин Интернешнл Гейминг, грамотный Молотов. Ну, вообще Молотов, по идее, такой с двух сторон кладется, чтобы одним молотом, точнее, одним смоком не потушить было. Но так как, в принципе, денег ограниченное количество было, кто-то Молотовым не закупился. Но по-прежнему есть моллик у Ксантараса. Тайминговый также коктейль кладется на выход с нижней. И тут пока три опорника. Кстати, у Мебров и Мебры на некоторый момент угадывают даже направление атаки своего оппонента. Снова Ксантарас. Кстати, Ксантарас играет абсолютного электроника сейчас из команды Нави. То есть он постоянно также играет под зелень практически 80% всех раундов. Ну и Ферро Лукас находит по минусу при выходе с нижней на базу Б. Минус Тизин, минус Го Би. И уже шансы на взятие этого раунда бегов такие, что не знаю даже с чем сравнить. Ну очень, короче, низкие, маленькие. И это сейф. Это 7-1. Птички калибри. Наверное, да. Наверное, да. Это 7-1 уже. Это уже 7-1. И мне кажется, вот предыдущий раунд он тоже должен, по сути, должен был оставаться за Мебрами. Каким-то образом невероятным, чудесным просто он произошел так, что Мебры все-таки отдали предыдущий. Так уже и 8-0 должно было быть по идее. Ну ладно. Это дело прошлое. Это уже не изменить. В любом случае беги молодцы. Один раунд взяли. 7-1 пока. Уверенная защита от бразильского коллектива. Мибр продолжают набирать свои победные раунды. Началось это с того, что выиграли они ножи. Взяли сильную сторону и начали убивать. Начали убивать своего оппонента, перестреливать, переигрывать. Да, и сейчас, конечно же, у бегов. Проблемы. Ну что там статистика? Ну там... Да, вот вижу я нули. Вижу. Там 0-7, да, 0-8. Ну да. Пока даже на статистику смотреть страшно. От коллектива B&G. Некоторые игроки не убивают от слова совсем. Тизиан 1-1-7. И у двух игроков нули. Но это никуда не годится. Вот совсем прям. Будут пытаться. Будут пытаться. Еще время вроде как есть включиться на первой половине. Чтобы взять ту самую пятерку, про которую мы говорим. Но Мибр в шаге от того, чтобы первую половину забрать. Правда, делать это на трене нужно более уверенно. С счетом каким-нибудь 10-11. Но пока при такой игре Мибр могут забрать и чуть ли не все оставшееся. Хотя вот такие раунды, которые нам Беги показывали. Один, который выиграли. Они тоже не исключены, что Мибр могут ошибаться. Посмотрим. Но снова медленный выход от команды Berlin International Gaming. 48 секунд у них остается на их реализацию раунда. Там под поп-догом уже играет у нас вновь Лукас. И Лукас здесь, как мне кажется, должен наносить сумасшедший импакт для своей команды. Еще один молотов на мейн, чтобы неповадно было выходить команде B.I.G. Все оттягивает и оттягивает. Айминг, а здесь Тако еще при выходе на верхнюю находит свой минус. Оставляет битым го-би. Также в это время погибает и Ксантарос с Тапсоном. Я, как и говорил, Лукас все-таки находит импакт. Бомба падает 22 секунды до конца раунда. Это 8-1. И Мибр уже берут первую половину по итогам первых девяти раундов. А дальше, как мне кажется, больше. И более того, здесь даже девайсов не оставляют команде B.I.G. За исключением одного АВП. И то, как мне кажется, это крайне временная перспектива. Потому что, ну, Денис, если один-два минуса найдет, будет неплохо. Ох ты, ох ты. Два минуса нашел. Ну, после времени. А у него статистика была до этого 0-0-6. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, после времени. Да, 1050. У него была статистика 0-0-6. Сделал два килла. Подарили ему эти два килла. А Гоп оставался там статистикой 0-0-7, по-моему. И теперь 0-0-8. У него Мимбор 1-48. Биг 2-53. Это коэффициент нашего партнера по рематчу на победителе на третьей карте. Но я бы тут уже, мне кажется, даже Мибрам чуть-чуть порезал бы кэфчик. А сколько там на них еще раз? 1-48. Да, слушай, да. Что-то прям бодренький на них коэффициент. Учитывая то, как протекает эта карта. Ну, давайте смотреть, чтобы... А, ну, пистолеты. Пистолеты и какой-то, возможно, быстрый выход. Кстати, только на пистолетах могут быстро выходить команды B.I.G. А так, если они играют очень медленно. И вот неужели вот не понимают сами B.I.G. И интересно было бы вот послушать внутренний тимспик и желательно переводчика при этом, конечно же, иметь. То есть, что происходит внутри команды? Почему координатор не предлагает какой-то быстрый условный раунд с выходом на размены под базу А. Смочить, отмолить коннектор и поставить бомбу, сыграть какую-то там 3 в 3. Может, даже 4 в 3 для себя ситуацию в случае удачных разменов для атаки. То есть, ну вот, вариативности крайне не хватает. И это, как мне кажется, прям слишком явный фактор, чтобы его не заметили. Сами беги. То есть, возможно, они его понимают. Но принять как должное или просто отходить от своей сигнатурной стратегии ползаем убиваем, они не хотят. Ну и, скорее всего, за это будут наказаны. По большому счету. Потому что даже пистолеты, и вот ты сказал, они могут сыграть их быстро. Ну и вот сейчас пистолеты, которые отыгрываются, тоже медленно. Они просто распределяются очень и очень широко по карте. В надежде, наверное, может быть в личной реализации отстрелить кого-то и уже потом по позиции давить. Но Мибр не идут. Мибр просто не открываются. Там вот разве что на зелени открывались пару раз. Ну вот, да. Попытал Стабсон. Не получилось. В этот момент под Беттизи он выходил. Тоже был ликвидирован Фоллун. Минус Ксантарес. Остается Деннис. Остается ГОПИ, информация известна как минимум по одному из них, а уже и по второму. ГОПИ. Ну это 5 в 0, это 9-1. Сколько? 3-4 раунда уже было 5 в 0? Ну там, посмотри, сколько денег у Мибр. Да, понятное дело, что у них денег-то много. Они проиграли 1 раунда. Я 5 в 0 не могу сказать, сколько было, но уверенно забирают. Уверенно забирают. Предыдущие там 3 оставалось, потому что побежали уже чуть ли не на ножах. А что по статистике там у команды Би-Иджи? Сколько там фрагов? Да нету, нету. Вон 0,9. 11 фрагов за 10 раундов на команду. В среднем... Как у Лукаса одного. В среднем это все... Даже считать, ладно, бог с ним, что тут и так все понятно. Да, у меня вообще слов нету. Практически 1 килл за раунд. Ну как? Слушай, вообще так не должно быть. Если вы выходите пусть и десайдером на карту Трейн, это автоматически должно означать, что вы эту карту хоть как-то умеете играть. А помнишь, я тебе говорил... Ну тут, конечно, еще возможен камбэк. Давайте. Не-не-не, он возможен. Давайте не будем раньше времени там хоронить команду. Помнишь, я тебе на Дасте говорил, почему-то кажется, что Мибор должны 2-0 закрывать все это дело. Но Мибор умудрились отдать бегам Даст. Ну Даст хорош у Бигов. Либо же у Мибора он не так хорошо готов, потому что вроде и там должны были выигрывать. Но не получилось, ладно. Заслуженно Биги его забрали. А вот потом оверпасс? Нет. Трейн сейчас нет. Ну нет просто Бигов на этих картах. Ну просто нет. Ну ничего не показывает. К сожалению, опять же. Одиннадцатый раунд. Одиннадцатый раунд и снова слоуплей. К Сантарос, как всегда, на зельне. Да, у него есть теперь тиммейт за спиной. С МВП это товарищ Деннис. Но какой в этом толк, если никуда так толком-то и не лазит. В принципе, Лукас играет постоянно, зависимо от расстановки команды Мибор. Либо на верх-низе играет, либо как раз на диагонали смотрит выход зелени. То есть, понятное дело, он пикать не будет. И у Миборов очень грамотная установка, что они играют в крайне пассивный дефенс. Опять же, зависимо от построения этой обороны. И Лукас исполняет этого опорника прямо на высочайшем уровне. И, честно говоря, я несколько поражен его геймплеем. И насколько хорош Лукас, в принципе, вписался в эту команду. По крайней мере, по итогам увиденных двух дней. Да, вчера они проиграли, к сожалению, Фнатиком. Причем проиграли очень даже больно. Фнатиком, да, по-моему, проиграли? Да, да. Но, я не знаю. Сейчас я еще раз проверю на всех случаях. На Инфернос, да. Там это было Инфернос, если я не ошибаюсь. Деннис неплохо, минус по полону. Колдзера на размене по Тапсону. Ситуация еще все равно большинство. Но вот так с таким зажимом выходить, это печаль, беда. Деннис все еще живет. Нет, уже умер. Ксантарус последний. Забирает одного, забирает второго. Бомбу поставить вряд ли дадут. Хотя, да, уже все, уже не поставят. Уже времени нет. Да, 10-1. И Гоп сделал килл? Нет, 0-10. 0-10. Где же тот Гоп? Ну, там, ладно, Тизин тоже недалеко ушел. 1-10. И, в принципе, команда Бейджа. Слушай, но у них уже 14 фрагов на команду. Они несколько увеличили свой потенциал на будущее. Но, по-прежнему этого мало. Потому что первый план-то уже заканчивается. Четыре раунда у нас остается. И из этих четырех раундов Беги, ну, дай бог, два сыграют. А знаешь, что интересно? Интереснее посмотреть, какой у нас счет на параллельном матче. Там ввели Виталеца счету 8-1, насколько я помню. Не знаю, какой сейчас там счет. Виталец, а там 1-1 по картам. Ну, да. И 9-1 Виталец ведут. Ну, нормально, нормально. А в это время тут Клзер вместе с Лукасом уже находит минус за зеленый. О, быстрый раунд. Ну, я же говорил, Беги умеет играть быстро только на пистолетах. Все-таки Гоби находится во-первых. Минус Гоби! Хорош! Давай, ну, теперь с этого начнет камбэк. Всех камбэков. Конечно же нет, дорогие друзья. Тапсон вместе с Гоби остается вдвоем. Против четверых игроков команды MIBR. Но Тапсон находит важный минус по Лукасу. Так, погоди. 3-2. И есть армор. Что у одного, что у второго. Но, правда, у Тапсона по-прежнему пистолет. И в перспективе было бы неплохо забрать хотя бы хоть какой-то девайс. Ну, и слушай, бомбу будут ставить. Сопровождает Гоби своего второго тиммейта на установку бомбы. Ну, как же здесь по Фоллану залетает больно. И бомба все-таки ставится. Но там игрок Зелень несколько раньше мог в теории включиться. Так, минус по колдзеру. И Фолланс так остается вдвоем. Ну, а как раз-таки Фолланс пойдет сверхнизу у нас играть. А здесь Зелень смотрит. Ай, как же не вовремя отвернулся Тапсон. И Гоби последний. Ну, здесь Гоби, Гоби. Давай, мужичок, тащи. Иначе это будет совсем все плохо. Да, нужно второй, третий килл от него. Первый есть. Нужно дальше. Заметил, не заметил. Ну, не, все-таки 11-1. Одного хватит. 11-1. Ну, Найстрай, наверное. Да? Наверное, Найстрай. Потому что все равно было меньшинство в самом начале. Они потеряли двух игроков. Ситуация была 3-5. И довели это 2-2. Плюс бомбы установили. Ну, хоть что-то для команды Биг. Почему бы и нет. И все. Это что-то принес быстрый раунд, кстати говоря. По ДА базу. Может быть, сейчас с девайсами по ДА сходить? Такой вариант возможен же? Ну, нет. В те времена всегда возможен. Давай по факту посмотрим, что предпримет команда Биг. Ну, раскидка, кстати, по первому таймингу уже полетела. Флешки на выход в сотки. Ну, молик. Ну, потушить. Ну, потушить. Ну, выйти на ноге. Ну, что ж. Нет, это все-таки опять не быстрый раунд. Это снова медленный, медленный, убаюкивающий стиль команды Биг, который привнес очень много дивидендов. В кавычках. Но вот выход от Губи есть. Через сутки. Слушай, Губи, по-моему, решил взять на себя роль энтри-фрагера и главного бомбардира. Ну, и пока у него это получается неплохо. И Тизин минус верхний запофол. Ну, на дефолте никого уже нет. У команды Мибр. Но это 2-2. И там сквозь дымы прилетает. 30 хп у Тизина остается. 2-1. Ну, и там уже сверх, прошу прощения, зелени Колдзиры готов. Ставит точку в этом раунде. Но пока что Тизина не видит. 20 хп. 21. Если быть точным. Счет, кстати, 2-1. 11. КД 0-2. АДР. Средний урон за раунд. Прости меня. 24. За 12 раундов. 24 средний урон. Погоди, здесь Тизин. Ну, сейчас может затащить на самом деле. Да, вот так сейчас зарежет. Нет, не зарежет. Ну, ладно. Пойдет под Б, поставит. Но Колдзиро. Колдзиро не думаю, что простит такое. Через верх-низ бы пойти Колдзиро, не через коннектор. А он, да. Пойдет как раз через эту позицию. Ну и поехали. Он уже на низ. Ой, куда ж ты, куда ж ты натопал, куда ж ты натопал. Тизин, Тизин. Слушай, а он может он тоже... Он сейчас еще отвернется по таймингу. Какобы нет. Нет. Берет раунд. Это второе для бегов в атаке. Ну, подожди. Еще два раунда, кстати, есть. И ту самую четверочку они в теории, конечно, могут выиграть. Да. Это прям классно будет. Тотал по раундам от нашего партнера по рематчу. Третью карту меньше 20,5. 1,72 больше 25, 2,05. А тренд это самая карта, кстати говоря, которую очень часто тоталы завозят. Потому что одна сторона очень, ну, назовем ее так, дисбалансна. И поэтому, когда ты меняешься, у тебя есть шанс... Сколько это? Там 25 было? 20... Получается 16,5 надо, да? 16,5 нужен счет, чтобы тотал заехал. Почему нет? Почему нет? Могут беги взять при смене сторон, там, пистолетка и все уже, считай. Пошло-поехало. Понятное дело, что при такой игре сложно об этом сказать. Но вот, смотрите, Тизиан затащил. 1 в 3, получается, клач. Хорошо, хорошо. И вот сейчас... Пауза, скорее всего, наверное, от коллектива Мибр. Одну взяли. Дабы сейчас вот этот вот победный настрой, который вселился в Биэйджи, сбить. И продолжить доминировать. Остается всего лишь несколько раундов до конца первой половины. Есть два у одних, есть два у других. Теннис тут немножко на сотке заблудился. Тапсон уже внизу. Подгорают вместе с тиммейтом. Ну, Тапсон неплохо так подгорел. Даже с 33. Тизиан нет, потому что хорошую накинули. Тут Санта раз открывается и просто отлетает. Это, правда, был Фоллан, а не игрок, который закрывал сотку. Это был у нас Фер. Но сам факт того, что все-таки килл сделали. И уже большинство, плюс проблемы по ХП у Биэйджи. А вот еще одного игрока не видят. Он в упоре там сидит просто-напросто. Кстати, там 11-2 тоже на параллельном канале. И у нас прям идет все супер-круто. Что там какая? Я не знаю. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Потому что, чтобы так Энс проигрывали, это, конечно, жестко. Беги это одно, а Энс это... Ну, сейчас скажу. Подожди. Третья карта Инферно. А. И Виталий, ты за какую сторону? За КТ, наверное. Хотя не факт. Но Энс вообще хорошо Инферно играет. Странно. Ну, ладно. Заход вроде как должен был быть. Но вот теперь, да, продолжится. Все-таки выходят. Так, вот здесь на приемке его вообще прочекают или нет, неизвестно. Пока предпосылок к этому никаких нет абсолютно. Вот теперь Губи. Так, атака. Да ладно, ну убей одного там хотя бы кого-нибудь. Не смотри, ты уже налево. Но по итогу сейчас раунд отдадут бегам. На поздних таймингах все-таки сработало. Все-таки вышли и сейчас задефают. Не думаю, что мебры сейчас выбьют. Все это дело успешно. Поэтому тут, конечно, беги не должны отдавать этот раунд. Должны цепляться за четверку для себя. Потому что иначе ситуация была бы очень плачевная. 14-1. Но это вообще ни в какие ворота. Зеро забирает первого. Тизиан на размене. Здесь колд еще одного. Просто сесть и раздефузить. Ой-ой-ой. Ну там, во-первых, смака не было. И Фер в спину сейчас заходит. Но уже очень поздно. Это третий раунд для бегов. И... Второй к ряду. Да, второй к ряду. Но здесь Губи убегает. Убегает через верхнюю. Слушай, ну три уже это прям... Вот я говорю, 11-4 сделать, и все будет прям, ну, неплохо. Если опять же выиграть пистолетный раунд. Ну... Ну, вроде и ребята убивать начали. У бегов, я имею в виду. Там Губи уже троечка. Тизиан шестерочка. Там тоже 11-3. Тоже 11-3? Да. Идут. Друг за другом. Так. 15-й раунд. Последний раунд первой половины. Деньги, ну вот, уже на все закупились у нас ребята из МИБР. Формилка по итогам. Так, увидел одного игрока, но стреляться не стал. И неудобно там было, потому что в последний момент то ли скролл случайно он задел и подпрыгнул. То ли специально прочекать хотел. Неясен был этот момент. Но в любом случае под Б забирают все свои силы Берлин Интернешнл Гейминг. И вроде как снова сюда пойдут. Два опорника здесь. Вот проблема в том, что нет Молика. Смог только один. А вот она Хаешка. Все ждал я, когда они ее прокинут. Прокинули. А есть еще одна Хаешка. Фоллан. Одного забирает, одного пропускает. Одного и счет туда же. Бомба падает. Фоллан третьего сюда. И так вот здесь. Ну, Фоллан минус 4. Папа Фоллан на месте. Папа Фоллан работает. Папа Фоллан за Дефл в соло. Представь, сейчас там тоже будет 12-3. Какой идеальный сценарий у нас на параллельный матч. Так, ну что? Беги. Так, по пацанке знаешь ты к ней. Ну что? Ну что вы? Играть будем сегодня или нет? Ну 3 мало, мало, мало 3. Какая бы... Мало, мало 3. Мало, мало 3. Не надо. Я не знаю ее. Зачем? Я не знаю. Но спел ты. Спел ты точно. Я слышал, честное слово. Я не знаю. Хватит. Ладно. Хорошо. Ну, слушай, по итогам первая половина, что можно сказать, что Беги очень слабо маневрирует в своих темпах. И, как по мне, это все равно главная проблема на протяжении уже довольно долгого времени. И Беги, как уже сегодня наши аналитики отмечали, больше полугода вообще ничего не выигрывают и на какие стадии не выходят. И это самая главная проблема. То есть, ну... Надо, надо менять что-то команде, как мне кажется. Не спроста все-таки такие результаты у них получаются. Ну, вот этот турнир и занятые 16-13, я надеюсь, что что-то, да, вот... Каким-то образом... Парни, мы, по-моему, что-то делаем не так. Что-то идет не по плану, да. И сама организация, мне кажется... Ну, слушай, ну кто-то уже должен занимать 13-16 место. То есть, все же думают, так, парни, что-то мы делаем не так. И у всех, соответственно, биться на топ-1. Как, вот по вашему мнению, ребят, в чате, кто должен занимать 13-16 место? Ну, вот MVP-кей. Это там еще Ренегейтс. Вот почему-то за Ренегейтс больше обидно. Вот, обидно. Согласен, согласен. Потому что у Ренегейтс большое количество молодых, перспективных игроков. Все уже сказали тебе, что ты поешь, да? Оля. И кого, понятно. Все ясно. Можете ВКонтакте грамму скидывать вот эту любимую песню. И вот теперь будешь слушать на ночь глядя. Так вот, кто, по вашему мнению, должен занимать 13-16 строчку? И беги ли это сейчас? Потому что... С такой-то игрой, понятно. С такой-то игрой, да. Но вот вообще, что не так у состава? Кого, как вы думаете, опять же, стоило бы убрать? Либо посадить на скамью, в инактив? Кого взять, может быть, бегом? Вот, например, Кила. Клауд Найн, например, у нас пересобрали свой состав снова. Но он опять какой-то не очень-то и перспективный, если честно. Стоп, там есть депс. Все. Там есть аутиматик. Ну, куст и неплохой авик. Ну, и по сути, все. Подожди, а микс уже еще там, да? Да, микс. Ну, слушай, не-не-не. Слушай, на бумаге крайне такой стрелковый состав. Непонятно, правда, как они сыграются там. На бумаге вроде и беги стрелковый состав. Ксантарос есть, Тизиан. Тапсон. Все. Но все равно есть игроки, которые могут убивать. И та надежда Биайджик, Сантарос, который тоже вроде как должен был быть невероятным убивашкой. Просто плюс Вей и стрелять, и убивать. Как я уже сегодня сказал, турецкий симпл. Но нет, нет. Симпл только один, и он из Украины. Поэтому нам подмены не надо. Так, проседают очень серьезно. Ксантарос по 2000 на Ва наносит неплохой дэмэдж. И тут почему-то его просто отпускают по итогу. Хотя он там как стоял, так и стоял. Ну и вот такой вот. Хорошо, спасибо, что быстрый выход под Б. Но вообще безинициативный. Просто пять в ноль отдались. И, между прочим, Биги забрали пистолетный раунд. Биги! Давай! Ура! И коэффициент нашего партнера париматч на победителя. Третья карта. 2.53 на Бигов и 1.48 на Мибр. Ну, не знаю. Слушай, это хороший знак, что Биги берет пистолет. Хорош, хороший. Это главное. Но Мибрэ сейчас делают экономически. В следующем раунде будет у нас закупка. Но в этом раунде просто посидят, поболтают, подумают, что будем делать на оружейке. Так, кстати, очень многие раунды проходят у команд. Я думаю, просто многие не знают, что делают парни в таких ситуациях, когда у тебя пять глаков. Они просто ходят, общаются, что мы будем на следующем раунде делать. То есть это автоматическая замена, так скажем, тактической паузе. Поэтому такие слоу-плей зачастую мы с вами видим. А так зачастую пистолетки играют просто. Взял там пять глаков своих и бежишь там в разменах, хотя бы бомбу поставить под Б. Ну, один смог... Можно было купить Мибрам в идеале, чтобы под это смог там как-то бомбу поставить. А остальное уже, по сути, не важно. Ну, смотри, Мибр даже на глаках. Ну, опять же, ты сказал, сейчас общаются, ходят, решают, чтобы не брать тайм-аут, скорее всего. И по итогу сейчас все-таки на какую-то из позиций вывалятся. Три игрока на зелени. И два игрока ближе к Б базе, можно так сказать. Ну, и бомба тоже туда где-то ближе к Б. Может, сейчас попробуют поставить. Тут бы убить. Нет. Если бы Гоба Би убили, то да, вот позволили Гоба Би немножко статистику поправить. И нет, не удастся все-таки. Пять в ноль. Да, пять в ноль. Ну, глаки сложно там было что-то сделать на самом-то деле. Но пять-двенадцать. Биги забирают еще один. Сейчас будет бай у Мибр. И посмотрим. Конечно, возможен такой вариант, что у Мибр тоже ужасная атака на троение. И что они тоже возьмут только три раунда. Ну, не, ну не настолько же. Не настолько же плохо. Ну, слушай, там причем Мибры два раунда подарили сами. Да, понятное дело, Биги воспользовались ошибками. Но Мибры, мне кажется, сами даже поплыли от этой медленной атаки. Ну, типа, мол, ну сколько можно? Ну, сколько можно? И здесь Гоби первый минус по атаку. И начало прям суперпозитивное для Berlin International Gaming. Четыре девайса на карте у команды Мибр. Бомба по-прежнему по Террис. Бомба, а вот и Тапсон. На два битых игрока это Тизин и Тапсон. Но, слушай, в любом случае преимущество в два игрока должны здесь довольно смело отыгрывать команда БИГ. И забирать для себя шестой раунд уже. Представляешь, трех раундов хватит Бигом. You have begun. Следующий матч у нас, дорогие друзья, Фейс против Маус Спортс на этом канале. А после него Нави против Фурии. Да, именно так. Но до них еще долго. Ну, просто просили в чате, какой следующий матч я сразу сказал. Да, опять же, что там будет у Фейс Маус, неясно. Фолан с Деннис. Тапсон на размине. Даже вот такой вот лоу-хэповый нос забирает все-таки он Фолана. Еще и Девайс подбирает. 4 в 2 ситуация. Колдзера и Лукас вдвоем остаются. Лукас забирает у нас того самого Тапсона. Он тут наказали уже слишком уж нагло. Он начал отыгрывать. Пошел в поджим на зелень. А тут ситуация 2 в 2, ребята. А вот такое-то отдать-то уже можно. Тут Колдзера сейчас еще нет. Колдзера тут летает. В это время еще и Ксантарос минус сделает по Лукасу. Еще один раунд выигрывают. Уже три. И, кстати, все это время, пока Бигги выигрывали эти три раунда, Мибр ни разу не ставили бомбу. А что это значит? Это значит, что экономика плохая. Плохая экономика. Да-да-да. За это мы знаем. Ну что? Посмотрел. 12-6. Ну, 6 раундов преимущество по-прежнему у Мибров. Да, есть деглы, есть чашка. Есть пару. Флешек и одна. Смаковая граната. Деннис. Первый минус. Погибает Колдзера. Но это уже неприятный момент. Ну, пытаться выйти быстро на размен нужно команде Мибр прямо сейчас. Но, опять же, вот эти смоки лежат и тяжело получается. Обидно, обидно. Тут Пер вообще ничего не сделал по итогу. Снова 5-0. Здесь уже эстафета. Кто больше заберет раунду в 5-0. Так, ну, мы, конечно, тут шутки шутим. Счет был 12-3. Беги на первой половине не показали абсолютно ничего. Гобби бедняга шел со счетом 0-10. Тизиан, 1-11. А сейчас у нас уже 4 раунда к ряду. Беги берут. Да, понятное дело, 2 из них против пистолетов. Даже 3, если брать еще и пистолетный. Но! Как бы тут уже немножечко из-за Мибр. Ну, не то чтобы страшно, но просто... Мибр, вы хорошо начали. Вам главное теперь закончить. Вы начали и не отдавать. Хотя, может, опять же, бегам и 3 раундов хватит. И это та самая история про невероятные великие камбэки. Возможно. Возможно, пока не ясно. Один опорник под Б-базой есть у Бегов. И пока еще Мибр не решили, куда они пойдут. Колдзера занял апдаун. Есть на сотки игроки. И один есть контролирующий зелень. То есть заход. А там, кстати, зелень. Это у нас Деннис поджимает. И у него авик в руках. Поэтому опасно. Опасно. Что что-то говорить. Но здесь пока готовится выход через верх-низ от бразильца. На фол он, возможно, еще накинет здесь... А, ничего не накинет. У него гранаты нет. Вот в чем самый главный трабл для команды Мибр прямо сейчас. Ну, давайте смотреть. Есть 4 смока у них. Раскидать Б можно вообще прямо идеально. Но здесь 3 уже опорника. Более один из них смежный. Это Ксантарес. Который и туда, и сюда успевает бегать. Но в любом случае Ксантарес там свой импакт нанесет. Ну, здесь главное тизе на первого закрыть. А дальше там на контрразменах можно дропаться в плент и ставить бомбу. Команде Мимбр. Ну, а здесь все-таки бомба падает. Тизен минус раз. Тизен минус два. В падении мог еще и третьего забирать. Но пока что нет. Берет Ю. Падает еще у нас Фоллан. Ну и слушай. Это 4 в 2. Комбэск. Самибас. Четыре раунда преимущества. Слушай, я не знаю. Я не знаю, что с этими ребятами не так. Да это трейн все. Может трейн убрать из мапу? Да при чем тут трейн? Да это все трейн. Да при чем? Посмотри на атаку. И посмотри на защиту. Дисбаланс. Матч винар. Мибр 1.45. Вот теперь уже, наверное, справедливо. А беги 2.62. Ну тут беги начинает просыпаться. И, кстати, помнишь, что тотал 25. Вот тебе, пожалуйста. Уже давным-давно он пробит? Да. Ну вот я и говорил. Кто молодец, тот молодец. Молодец. Прям вообще молодец. А кто молодец плюс в чат? А кто сейчас молодец? Мибр или Биг? Никто. Не, ну на текущий расклад ситуации, конечно же, беги. Потому что они возвращаются. А вот не выиграв они пистолетку, уже, я думаю, мы бы с тобой не комментировали, сидели бы. Ну я посмотрю, как они шароны здесь уже развлекался на матче Маус против Фейс Клан. Ну, поехали, поехали. Что? Что? Что это? Что за закупка? Два Мак-десятых скаута за Диггл и быстрый выход на базу Б от команды. Майбер дропит смолт в тизин. Минус раз, тизин, минус два, тизин, минус три, тизин, минус четыре, тизин пятого. Нет, все-таки Фолланд забирает со скаута своего оппонента. Но бомба ему здесь, конечно же, даже в самых лучших снах никто бы и не дал поставить. 12-9. Также раунд в сухую практически берут БИГ. Мибер ставили хоть раз бомбу? Да. Покажите табуляцию, пожалуйста. Один раз, по-моему, поставили они. На 2 в 2 в ситуацию. На Б. Нет. Нет? Они просто умерли. Покажите, пожалуйста, табуляцию. Да. Да. Они ни разу не поставили бомбу за шесть раундов. Бомбу даже не поставили. А беги, ставили бомбу? Ставили. Они бежали и ставили. Молодцы, беги. Ну, а здесь так горит. Так-а-а-а! Разменялись они с Кстантаросом. Боже, ну что за матч-то я такой, не знаю. Слушай, все, что мы не получили на второй карте, мы получаем на третьей. А это, конечно же, эмоции. Ладно, поехали. Какой пиздец? С боками прыгает в руках, но он еще оббивает колд-зеру. С колдом что-то не так. 3 в 4 ситуация. Что делать, непонятно. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Раз. И не того, кого хотел. Фоллана, еще одного. Нет, Лукс все-таки уже немножко отомстил за своих. Но это 10-12 на секундочку. А денег у Мибр, посмотри сколько. Быстро посчитаешь? Мало. Ну смотри, 1100. Да? Да. 1100. Нет, больше. Ну, в смысле? Ну, больше 1200. А, 2500, 300, 400, 600. Да? 1200, да. 1200 долларов. На всю бразильскую команду. Я бы собрал себе комп. Комбы собрал? Да. Им организаторы дали, им не надо. Хоть в этом смысле. Счет 10-12. Семь раундов к ряду берут Биги. То есть, получается, что сейчас ГОББи статистика была на первой половине 0-10, сейчас 12-13. Мибры при смене сторон не взяли ни одного раунда, ни разу не поставили бомбу и сливали неоднократно раунды 5 в 0. А теперь вопрос. Во-первых, как это анализировать? Это раз. А второе, что происходит? Это два. Ваши варианты в чат. Спасибо. О том, что мы знали, что так и произойдет, вот этого вот не надо. По факту. Что происходит? Так, там быстрый выход на базу А. В итоге Денис Перминус находит. Лукас на размене. Сыграл неплохо. Убивает игрока за зеленым. Лукас дальше пробегает за этот же трейн. Там сверхнизу пытается пикать игрок команды МАБР. Не совсем у него это получается. Лукас закрывает все-таки еще иксантар. 4-3 преимущественно в одного игрока. Есть. Лукас еще в дымой. Закрывает. ГОББи. А почему не было раньше таких мув от команды БИГ? Ой, от команды МИБР, прошу прощения. А здесь Тапсон вместе с Тизеном еще и разбирает Лукаса и Фера. Бомба, бомба. Только сейчас приходит на Олафа, уходит в мейн. И попытка уйти на базу Б. И Така может даже не успеть в итоге выйти на точку Б. Потому что там Тизен может прийти на коннектор и дать информацию своему тиммейту. Но все-таки Тизен играет крайне аккуратно. Так как понимает, что в теории он мог проспать этот тайминг выход опорника на коннектор. Слушай, и через верхнюю ток же пойдет, да, и товарищ Колдзера. Но это деглы. Это деглы с арморами. Пусть, но они свою лепту здесь, я думаю, могут внести. Бомба установлена. Первый раз за 8 раундов. И это, конечно же, для экономики МИБР очень и очень позитивно. Чтобы раунд забрать с вот этими двумя деглами, это будет вообще шик и блеск. Но, опять же, если этот раунд МИБРы заберут, то, конечно... Така развернись. Развернись. Така нет. Така. Така-така-така-така-така-така-така-така. Ну, сложно, да. Сложно, вот если бы в тот момент сразу развернулся. Возможно, да. Но тут же не узнаешь. Одиннадцатый. Одиннадцатый за бегами. Welcome back. Мы вернулись. Как дела, МИБРы? Это 8 раундов к ряду. МИБР поставили первый раз бомбу. Минимальное преимущество у бразильцев. И здравствуйте, здравствуйте. Вот они, беги. Про которых мы говорили, что что делать с ними. И один парень в чате написал. Да ничего не делай, сейчас камбэкнут. О, оно само, да? Ну, видишь, как. Ну, классно. Классно. Наверное, так работает. Нет, я просто напомню, что до определенного момента у бегов не то, чтобы один гобби не убивал. Там три игрока с нулем были. Это был счет какой-то 0-7 или 0-8, что-то такое. А потом вот так, да? Ну, наверное, так. Так, наверное, да. Фейк камбэк. Происходит, наверное, так. Сейчас бац, и 16-11. Слушай, в атаке вообще ничего не получается. Причем, знаешь, самое главное отличие и больше ничего между командами Мибор и Бейджи. Биг очень долго проигрывали с громадным счетом, а Мибор очень быстро слились с таким же, по сути, счетом. То есть эти играют быстрыми раундами, а те медленными. Все. Это вот единственное отличие. Да, что те в атаке, что те в атаке. Да, сразу в голову лезет одна вот эта вот вставка из интернета. Что то не очень, что это не очень. Говорят, что Тако шапка жмет, но он сейчас без шапки сидит. Но он без шапки, да. Да, поэтому тут не работает такое. Все у него хорошо, ничего ему не жмет. Единственное, что поджимают Биги, которые уже догнали. И которые уже один раунд и все, как бы сравнялись. А они на сильной стороне, и они продолжат, будут перестреливать своего оппонента. Гопи потеряли его, откинул все-таки он тот смог, который его испалил по факту. И Лукас, Лукас старается, кстати говоря. Он в предыдущем раунде минус 3 дал, сейчас минус 1. Тут Сантарес, Лукас еще один килл. Тапсен. Тапсен, ну как же так? Ну почему ферритаку? Ладно одного, но на размене так это точно должен был это сделать. Но не получилось, не пошло. Тапсен все еще здесь. Бомба у него. Лукас в это время минус Деннис. Но Лукас потеет. Парень молодой. Надежда просто. ТМА Биар сейчас изо всех сил старается привести свою команду к победе. В первом раунде бомба есть, бомба будет установлена. Все-таки, наконец-то, я надеюсь, Тапсен по-своему стрельнул. Так, Лукас. Хорошо он не убил его в апдаун. Один в два. Потому что там был игрок его. Лукас! Ну не все же ему тащить. Ну что? Ну как ему? Обидно. Мог на ней замахнуться, но все-таки здесь... Ну никто не убил. Никто не убил, только Лукас. Ну что? В предыдущем раунде он минус три дал. Лукас от зрителей получает Лукаса. Мибры получают уже 12 раунда команды Мибр. В этом минус три дал. Проиграли. Ну не все же ему убивать одному Лукасу. Тут постараться надо и старой школе что-то сделать. А они не делают этого. Вот вам 12. Лукас 22-15. Фраг лидер на карте на секунду. Коулдзера 13-14, 11-15. Ферр, 14-13. Таков, Фолленн 18-14. Кстати, старая школа тоже попадает неплохо. Просто здесь вопрос в том, что они раунды вообще не берут. Они последние два раунда могли забирать. Вот в чем дело. Ну там вот эти все настрелы были на первой половине скорее. Даже так. Потому что там еще 12-3 как раз таки было. Камбэк? Не, 11-4. Тот самый великий камбэк, про который мы говорили. Он уже сделан. Счет уже 12-12. Как говорится, обнуляемся. И давайте смотреть сначала. Потому что здесь пока... Нет, ну пока все ясно. Пока у Мибров ничего не получается. А беги уже девятку свою забрали. За защиту. И все у них классно. И буст по морали, я думаю, там невероятный. Просто какой там. Колдзера. Пал. Тизион минус Тако. Еще можно попытаться. Но там справа обходят. Уже сейчас точно перестрелять должны. Вроде как. Да, это был Ферфи. Он перестреливает своего оппонента. Идет, идет, идет за добычей. Говорит, здорово. Боб унесешь. Мог зарезать. Забирает и первого, и второго. Фоллун последний. Это 13-12 БИГ. Впервые на карте Детрейн выходят вперед. Остановить, пожалуйста, этот соревновательный контерстрайк. Надо. Который так легко анализировать? Очень легко анализировать. Очень легко. Но на самом деле тут, как мы с тобой говорили, 50 на 50. Но просто вроде как трейн хорошо начали МИБР, но сейчас его заканчивают. Ну, тут пауза должна быть. Сейчас от МИБР должна быть пауза, чтобы вообще успокоить все это, успокоить. Да, берут, берут эту паузу бразильцы. Это, кстати, только вторая пауза. И примечательно, что они только сейчас ее берут. А потому что зачем, ну да. А потому что зачем, когда мы ведем там 12-3? 12-3 не надо было брать, а вот когда вот 9 подряд проиграли, уже 10. Это, конечно, да. Это, конечно, вопрос. И интересно, кто какой кэф там поймал. Сейчас будут рассказывать. О, МИБР 5.55. Биг 1.12. Помню я кэфы такие. Только я помню там на МИБР такие кэфы. А не на биг, конечно же. Но ладно, пока еще не проиграли бразильцы. И пока еще беги. Только на раунд впереди. Проблема только в том, что у бегов какой-то сумасшедший стрик. И все еще, все еще. Только лишь, если я не ошибаюсь, одна поставленная... А, две. Две поставленные бомбы от МИБР. Да, две. Вот они. И все, как бы на этом наши полномочия заканчиваются. Да. Ну, давай смотреть. Ладно, есть два деглация ЗМ. АК-47 и Галил для Аферы Колзира. Это быстрый выход через верх-низ. Но Деннис находит перминус по Колзира. Также на электрике погибает Эпитасио Демилло. И Фоли остается последний. Как я это сказал, Демилло. Эпитасио Дель Мелло. Но 12-14, бегам нужно два раунда еще в обороне забрать. И будет настолько парадоксально и настолько саркастично смешно, что, ну, как-то я не знаю, если они отдадут это сейчас теперь преимущество. То есть они сколько берут? 11 раундов? Да. 11 раундов против одного. Вот такая статистика на второй половине. А, нет. 11-0. Что я такое несу? 11-0. Беги на второй половине. Просто изничтожают команду Made in Brazil. Эх, парни, парни. Ну, вот сейчас 3 АК-47, СГ, АВП. И что-то должны показать сейчас бразильцы. Есть лиркующий под зеленью товарищ Лукас. А здесь его Деннис с АВП готов убивать. И убийство произошло. И снова большинство для Биг. И фолло на размене. Хорошо. Хотя бы так. 4 в 4. Флешечка был белый. Практически моментально. И вынужден был отойти. Но покоцали. 42 хп остается у него. Ситуация по выжившим на равных. Под бою есть один опорник. Но еще ми брони решили, куда они пойдут. А тут Тизиан. Минус колдзера. Колдзера просто вышел. Просто погиб. Тут так вот даже не разменял. Да и сложно было бы это сделать. Потому что Тизиан сделал килл. И отошел. Тизиан стоит похвалить его, что под бе справляется со своей задачей опорника. Очень и очень хорошо. Поэтому парень, конечно, на ура отыгрывает вторую половину. Так точно. Как, в принципе, и все, наверное, из коллектива B.I.G. И сейчас они находятся в двух шагах от того, чтобы отправить M.I.B.R. обратно в Бразилию. Для того, чтобы они отдохнули немножечко. Пришли в себя и, может быть, еще кого-то заменили. Хотя... Тут, наверное, вопросы даже больше не к Лукасу, а вот к некоторым другим. Хотя не проигрывает же один игрок. Правильно? Да, проигрывает команда. Проигрывает команда, поэтому тут... Тапсон. Минус фер. Бомба будет установлена. Нет, не будет установлена. Это проблема. Тако последний. И тако тоже нет. 15-12. Это вообще что за покемон такой этот B.I.G. такой, а? Это что за покемон такой? Это он 12-3 проиграл? Покемон. А потом бах. И ни одного раунда M.I.B.R. не взяли. Ты сейчас говоришь, что мы дяди Армы. Армен, у тебя дядя есть? Да. Я уже просто... Ну все, тебя плавит, я смотрю, братишка. А подожди, а как это такое возможно? Легко. Меня тут спросили просто еще перед началом второй половины. Хоча в студию с Литлом. Хочу узнать. Громчик. А камбэк возможно? Конечно. Камбэк возможно всегда, да. Но иногда ты можешь проанализировать, за что могут отцепиться пик. Узнаю Лёвку, наконец-таки. А иногда ты видишь счет 0-8. У трех игроков B.I.G. счет 0-6, 0-7, 0-8. И ты такой... Какой камбэк? О чем вы? Тут три игрока с нулем в графике лов. С нулем они вообще ничего делают. Слушай, Лёх, мне кажется, коктейль Молотова можно в честь тебя переменовать. Я чисто кинул Пчелкина. На базула. И горит. Ну что, пока что первый минус за командой Mibor. Ферр нашел свой фраг. А вот размен по колдзере. Оформил Тизиан. Ну что, 4 в 4? Ну тут сложно было ему. Тут Тапсон вроде должен был прикрывать. Еще и промахнулся. А так без ситуации было большинство уже. Копи делает килл. Лукс на размене по Ксантаросу. Ситуация 2 в 3. Тапсон промахивается еще раз. Ну да, на такой дистанции. Давай с пистолетом постреляем. Это будет очень сложно. И ноу-зум не заходит. О, биболя Бразил. Первый раунд. Ой, жесть. Я не знаю. Но сейчас они берут этот раунд. 13-15. Но там денег у бегов. До конца этой половины точно хватит. Подожди. А может же быть такой вариант, что 12-3 выигрывали Mibor. И 12-3. Подожди. Беги сделали камбэк. Вышли на счет 15-12. Сейчас бразильцы возьмут 15-15 и выиграют на допах. Крутой стонарь, Алексей. Ладно, поехали. Поехали. Что у нас там? 2К47, СГМ, Гольд и АВП для фолл. И здесь уже на верхнезде у нас игрок атаки находится. Ферр фолл находит минус по Деннису неплохо. Подрилот, кстати. Ферр мог выйти. Но здесь Тапсон на перебежке находит капитана команды. Made in Brazil. Так, а минус по Тизиану. Тизиану все это время сидел под Б, вообще не пикал. Вообще не пикал. Просто сидел, сейчас решил в смок пойду, схожу, посмотрю, что там у нас. Ну, 3-3. Ксантареса минус. 3-3, да. Пока еще все неплохо. Правда, Ксантарес очень красный. 14 хп у него. Бомбу только сейчас Лукас будет забирать. И... Ксантарес тот самый сейчас с колдзерой может встретиться. А, он в поджим пошел. Да? Он слышит. Та-ра-та-ра-та-та-та-та. В ронг-вей. Май френд. Ну и так здесь еще. Так, хорошо. Так, давай. Подождите, подождите. Уже интересно. Уже интересно. Получается, сейчас я хочу посчитать просто 12-3. И 12 раундов взяли Биэйджи подряд. Вышли на 3 матчпоинта. Один отдали. Сейчас отдают второй. Прости, Гоба, но в тебя я не то чтобы не верю, просто сложная ситуация. Да. Отдают второй матчпоинт. Уже 14-15. Флэш. Что это такое? Что за команда такая? Флэш-гейминг китайская, в смысле. Да? Ты не знал? Нет. Я, кстати, заметил, он и на втором Дасте как-то... Дорогие зрители, кто вдруг помнит, как он там писал через выскользательный знак, там вот не пауз писал, а какое-то другое слово. Теперь у него флэш. Может он как-то по именам к админам обращается, типа, выскользательный знак, там флэш. Типа, подойди ко мне там. Нужно починить компуктер. О! Мангал. Гриль. Гриль, да. Хотя, может, и мангал, это же... Электронный. Это же... Это и есть гриль. Я имею в виду, что кат, это хотел сказать русское, но это же не русское. В смысле Лесоград, вокзал. Там, по-моему, надпись какая-то была немножечко... А, это Леска Шомпута. С Кэшомпута. Да, да. Но, значит, мангал. Все. Может быть, последний раунд. Ну, в любом случае, либо допы, либо беги. Все-таки не зря проделали этот путь. Тут Колдзер делает минус, минус два от него. Да что происходит, Бразилия? Ну, невозможно так играть. Ну, нельзя. Ну, как это вообще? Что это за вещи такие происходят на карте Детрея? Ну, как? Ну, что? Ну, почему? Тизен. 47 остается. Тоже покоцали. Гоп. Видит одного. Падает от Колдзера. Колдзера уже минус три. Сценарий! Здорово. А что я в сценарии сказал тогда? Что они сделают 15-15 и выиграют? Да. Я не знаю, как трезво оценивать всю эту ситуацию. Деннис вместе с Тизеном Тизен последний. И это 15-15 доп. Дорогие друзья. Мне нравится, парень написал. Они что, на ничью поставили? Отлично. Да, на ничью поставили. Ой, ладно. Кто там у нас? 23-20 Тизен. Кстати, один из тех, кто с нулем шел. Тапсон 21, Лукас 24, Фоллан 22. 15-15. Занимательно. Интересно. И знаешь, что самое интересное? Что бегам сейчас нельзя отдавать раунды за защиту. Потому что я вспоминаю их атаку. А, ты исходя из этого? Да. Я думал, вообще, в принципе, нельзя. Я понял. Ну ладно, давай смотреть, что на 31-й раунд. В основное время не договорились, попробуют прийти к консенсусу на дополнительных раундах. Игроки команды Mibor и B.I.G. Ну и здесь просто пока что контроль. Карта в исполнении бразильцев. Два игрока на зелени. Два игрока контролят поджим наверх-низ. Под флешку сейчас ColdZero будет, наверное, все-таки чекать и верх, и низ. Молотов наверх. И вот теперь с низом можно попробовать и договориться. Но, правда, получится или нет, это уже другой вопрос. Медленный от Mibor. Предыдущий, кстати, который они выиграли, был быстрый под А. И получилось. Но там, конечно, ColdZero. Просто невероятное количество импакта внес для своего коллектива. А тут Tizian все будет принимать. Да, это минус така. И бомба. Просто бомба. Вот под ноги Tizian упала. И вся информация сейчас есть у коллектива Big по поводу того, что... Ага, вот так вот, да? Тут еще и Tapson. Он просто... Подожди, а как это произошло? Он просто залез в апдаун. Его никто не контролил. И он просто убил там Фера. Окей. Fallen на размене. Ситуация все еще... Большинство Fallen! Что творит? Який бразильский дьявол просто спустился там с апдауна. Жесткий. Очень жестко дал. Три в три по итогу. И выправляют немножечко эту ситуацию. Деннис не промахивается по лукасу. И большинство, опять же, для B.I.G. Как я говорил, очень важно им забирать все три раунда. Потому что атака... Ну, мы сами видели, что в атаке не клеится у бегов. Деннис. Fallen на размене. Fallen последний, но очень мало ХП должны забирать. Плюс бомба не под него упала. Времени нет. Один забрали, беги. 16-15. Это, кстати, тот самый раунд, которого не хватило. Ну, это классика жанра. На секундочку. Не можешь в основное сможешь в дополнительные раунды. Ну, ладно. Посмотрим, что сделают в следующем раунде бразильцам. Но вот хотя бы один. Хотя бы один нужен команде MBR. Перед тем, как они перейдут на сторону обороны. Потому что без одного раунда в атаке это вообще на самом деле... Гулая перспектива для бразильцев будет. Ну, а так, смотрю, пока что на плюс морали. Беги, играют. Да, пусть мне не отдали решающие преимущества со счета 15-12. Но посмотрим сейчас к Санта-Росу. Минус по Тако. Отличное начало от команды B.I.G. Ну и все. Застой на карте. Застой на карте. Верхний чек от Cold Zero. В районе сотки у нас играет товарищ Ферн. И под верх-низом Холл. С ВП. Ну, давайте смотреть. Полетела раскидка от Лукаса. Молотов. Ну, Молотов не залетел туда, куда нужно. Смог теперь хороший от Тапсона. Ну и все. По сути, сотки-то сейчас не выйдут. В ближайшие еще 20 секунд. Играйте команда и Майбиар. И либо просто ждать, пока этот смог разревелится. А вот Тапсон допускает, пожалуй, самую главную ошибку. Сейчас, имея преимущество, Тапсон зачем-то пошел пикаться сверх-низом. Хотя инфид до Талова не было. И в итоге он теперь и потерял свою позиционку. И теперь вынужден вносить коррективы в позиционку своих тиммейтов. А это, пожалуй, наверное, вообще делать не хотелось. Ну, там Cold Zero получает по себе очень много урона. Да ладно, как? Фера здесь не перестреливает. Фоллан разменялся неплохо по Ксантарусу. Но в упоре Тизен. Наверх не продолжает играть. Cold Zero погибает он, погибает и Фоллан. 17-15. Слушай, ну, пока что беги в оборонь смотрят. Супер-крут. Тизен, конечно, огромное количество работы. Это под Б делает. Просто невероятное. 26 фрагов у него уже. Фоллан на 27. Обогнал он Лукаса. Лукас вообще немножко как будто перестал убивать. Пока без киллов. Вот этого парня. Нужно. Вот сейчас как никогда нужно. Потому что команде очень сложно. 17-15. Последний раунд первых дополнительных раундов. И пока беги забрали два из трех. Как я уже сказал, с их атакой на трейне не очень хорошие. Лучше бы забирать все. Фоллан. Есть Энтри. Деннис уже упал. Вот сам Ави, который в предыдущем раунде практически не промахивался. Сейчас уже ликвидирован. Пять в четыре. Тизи она немного продамажили. 68 хп остается у него. Еще времени много. Еще время есть для того, чтобы попытаться выстроить хорошую атаку в этом раунде. Кобби поменял девайс. Забрал АВП. Два Авика сейчас на руках коллектива БИГ. И попробуют таким сетапом отыграть последний раунд первой половины. Минута. Так, ну пока что Лукас вместе с Фолланом играет через зеленку. Но этот сплит вроде как на А готовится. Самый что ни на есть обычный. Но вот Лукас отсюда уходит. И нет, все-таки показалось. Думал дернулся обратно под Терри Спаун. Но нет. Но нет. Продолжает играть двойкой вместе со своим капитаном. Но здесь один опорник только на А. У команды БИГ. Смок на сотку. Кстати, Фер в этот смок может выйти и попробовать Гобби застать врасплох. Гобби находит минус, но аппарату моментально погибает. А вот на верхний изик Сан Тарасен не зачитали. Ой, как он сделал сваркнуть. Хорошо. В воздухе калаш. Выход на точку А. Хорошая граната под Ферра. Да, прямо на 48 хп. Но это 3 в 3 на установленной бомбе. В ретейк умеют игроки команды БИГ, я слышал. Да, и сейчас нужно. Да, тут уже... Последний раунд. И, конечно же, если МИБР один забирают, то это шансы появляются у них. Потому что диффенс мы их помним. Хорошо защищаются ребята. И поэтому шансы будут так точно. Фоллэн не промахивается по Ксан Тарасу. Тизел. Жалко, смока нету. Уже на вагоне. Хорош. Тапсон в него стрелял? Да. Он убил еще белым. Но это такое. Один раунд забирают. 16-17. И смена сторон. Смена сторон. И посмотрим теперь, что Бигги нам предложат за атаку. Напомню, что на первой половине счет был 12-3. В принципе, как и у ребят из коллектива МИБР. Все то же самое. Абсолютно зеркально. Да и по счету примерно равно. Правда, что у Фоллэна 30 уже настрелял парень. У Фоллэна 30-очка. Фоллэн фрак-лидер на карте. Ничего себе. Только-только мы о нем вспоминали в аналитике, что Фоллэн переживает далеко не самые лучшие времена свои игровые. Так 30-очка. You are welcome. Добро пожаловать обратно, Фоллэн. Ну, давайте смотреть, дорогие друзья. В любом случае, 2-1 на первой, так скажем, стороне первой серии допов. Команда МИБР смогла отжать у Бигов один раунд в атаке. Но для более, так скажем, уверенного результата им нужно 3. 3-3 в обороне прямо сейчас, когда они выиграют эту серию допов и выиграют этот матч. Но Бигам хотя бы также один нужен в атаке, чтобы на себе позволить ошибиться два раза и еще одну серию допов сыграть. Но я думаю, сейчас запредельная задача стоит и у одной, и у второй команды. Это забрать три раунда как Бигам, так и команде МИБР. Да тут пока спорно. А, кстати, подожди, если два раунда забирают, беги, то все. Нет? Ну, если Биги сейчас заберу два раунда, то все. Да, да, да. Уже 19. Да, они же выиграли, да. Я просто думаю 2-1, 2-1, да, они выиграли. Ну ладно, Лукас наверх-низу, закрывает первую. Ай-яй-яй, по второму не доработал. Минус от Изина есть. Лукас погибает. Фоллэн здесь могут на электрике защемить. Но он ждет, пока игрок с Попдога выйдет. А в это время там уже проход есть под центральный пояс. Ну и Фоллэн пока ждет. Фоллэн ждет. Нервы крепкие, а там зелень и Деннис. Да, ну здесь бедный Фоллэн. Я не знаю, он просто разрывается на все части. Ему некуда отойти. И ротация далеко не самая лучшая от МИБРов. Сейчас у нас пошла. 4 в 3, плюс в 1 есть. Но вот Фернандо Альваренга, наверное, единственный, кто может прям круто спасти этот раунд для команды МИБР. И начать все можно именно с него. Ну вот Лево не дочекал. Там Ксантаро, Стапсон, минус на дефолте. Эпитаси от Эмэлла. Но вот Ферр, вот первый минус есть. Но там уже и зелень и Деннис. Клдзер, кстати, хороший минус. Еще минус по зелени можно было. Но все-таки Деннис 4 хп остается в живых. Хаешечка туда полетела. Взорвется ли Деннис? Нет, не взрывается. За текстурой эта граната была взорвана. Ну и Марсел и Дэвид все-таки, наверное, эту бомбу-то уже и не раздефьюзят. По крайней мере, да, Деннис этого не позволит состояться. 18-16 у команды БИГ. Два матч-поинта. Две попытки выйти вновь на мейн-эвент. Да, до этого было три. Сейчас две. Второй раз дарят им шанс. Ребята из коллектива МИБР закончить все это дело. Правда, уже на допах, но не суть. Может быть, вторые будут смотреть? Может быть. Вполне вероятно. МИБР под силу, я думаю, два раунда в обороне-то забрать. Главное, не расстраиваться, не упасть в моральке и просто играть в свою игру. И, возможно, тогда мы увидим вторую серию овертайм. Возможно. Но пока снова медленно от БИГ. Ну, кстати, предыдущий раунд он был такой, знаешь, 50 на 50, наверное. Я не могу сказать, что он был слишком медленный. Ну, там просто очень плохое смещение было от МИБРов. Если бы к Фолну кто-то раньше сместился, то есть условно Ферр бы как-то ему помог, то Фолун бы выживал и, возможно, минуса бы даже сделали раньше МИБРы. Но Ферр понимал, что он будет смотреть еще и Олафа, ему нужно смотреть выход зелени, потому что два опорника на Б были. И просто банально не угадали МИБРы. Вот и все. И очень грамотно вышли БИГ. Ну, давай смотреть. Заготовленная стратегия от бегов на точку Б. Опа. А вот это проблема. А вот это проблема. Уже ситуация 5-4. И под Б можно попытаться выйти. Потеряли еще и Лукаса. Да ладно. Неужели два подряд заберут БИГ вот так, с такой атакой, которую продемонстрировали на первой половине, сейчас могут просто взять и забрать все это дело. Ферр забирает Тизиана, но информация по нему имеется. И Ксантарес должен его здесь перестреливать. Нет. Пока еще живет. Пока еще живет. И Ксантарес и Ферр будут перестреливать. Нет. Ксантарес и Тапсон делают по кипу фол. Он остается последний. 1 в 4. Такое не тащится. Минус Деннис. Меняет девайс. Идет с Эмкой. Очень глубоко в пункту сидят два игрока. Не будут просто открываться. Еще и один находится очень-очень далеко от него. Тут только Гоба Би одного хватает. А 19-16 БИГ делают что-то невероятное. Проигрывая с счетом 12-3 на карте Дэд Трейн. Они делают камбэк до счета 15-12. Отдают три раунда подряд. Доводят до допов. И на допах выигрывают. Это сумасшедший матч, дорогие друзья. Я не знаю, как это вообще произошло. Пранк вышел из-под контроля от бразильцев. Ну а более детально весь этот матч разберет наша замечательная студия Аналитики. Да, я бы с вами согласился, что матч сумасшедший. Но, по-моему, он скорее чудной. Вот он как начался, так и закончился. Сначала одна команда полностью отдает первую половину. Потом эту вторую половину выигрывает. В итоге допы. Ну а выиграл, получается, просто тот, кому лучше удалось пострелять. Так, что ли? Или были какие-то другие причины? Деннис, да, наверное, выиграл? Ну, между тем, вот вы лукавили в адрес Денниса. Лукавили. Да, а он в некоторых раундах очень неплохо себя показал. Да. Согласен с тобой. Нет, по фактам. По фактам. То есть добавить нечего. Ты правильно говоришь? Да. Ну, а может, вы что-нибудь правильное скажете? Честно? Честно, конечно, я очень рад, что мой прогноз сыграл. Напомню, что я ставил на 2-1. Может быть, не повезло. Может быть, это талант. Может быть, это дар. Я не знаю. Но суть в том, что... Дар. Ну, суть в том, что матч был странным. Странным была атака команды... То есть обе команды за атаку, конечно, печально играли. Но насколько печально играли ми-бры... Я вообще не знаю, в чем идея была. То есть выходили часто по одному на точки. Пытались как-то неожиданность поймать. Но... Скорее себя, наверное, поймали на чем-то. Мне очень понравилось, на самом деле, как играл Тизиан на закрытом планте. Великолепно выступал. Очень важные фраги делал. По поводу ми-бров... Ну, не знаю. Мне тяжело что-то сказать. За гадров они нормально играли, нормально именно. А вот за атаку... Я не знаю. Честно, я не знаю. Команда... Играет непонятный кс. Во что они пытаются играть? Я не очень понимаю. Даже как-то у Бегов, мне кажется, побольше. Идеи. То есть вот... Странный раунд будет. Когда люди по одному ходят отстреливать. Ну, этот раунд, допустим. Давайте выйдем... Ситуация 5-5 на 2 секунды. Три верхние. Потому что, может быть, там один на В будет. Когда чел поджал зелень и контролит всю наглую. Потом беги могли втроем ставить на В. Но... То есть какие-то принятия решения очень странные. Выходы еще более странные. Ну, и тизер закрытый, конечно. Ну, Mibor пытается наиграть какой-то свой старый утерянный стиль. Я не знаю, как это еще по-другому назвать. Когда они выходили на поздних таймингах. И это все работало. Но сейчас они... Не то, чтобы выходят на поздних таймингах и все работает. Они не делают ключевых... Не занимают ключевые точки на карте. И получается, это такая, что... Скучная игра прямолинейная. Они просто приходят на 30 секунде и выходят. И все. Классный раунд. Классный раунд был. 15-15. Когда атака идет... Верхний проверяет с бомбой. Мне очень понравился этот раунд. Очень хороший раунд. По которому один человек проверяет верхний на б. Один бегает где-то в доме. Один где-то бегает в зелени. Ну, то есть... Да там, Митя, там таких раундов, ситуации было. Что у Мебров, что у команды БИГ. Ну, количество просто можно назвать бесконечное. Редко такое видишь, что колдзирует... Я не могу понять, что у Мибор очень хороший тренер. Все говорили, что Зюс один из лучших тренеров. И в Ликвидах какая классная у них была игра. И до того, как их набрили, как классно играли СК и Мибры. И потом в Ликвидах, когда было... И вот он с таким громадным опытом... Ну, я не говорю прямо вот в данной игре, да? На какой уже дистанции? В течение там двух-трех месяцев? Когда они себе... Даже больше четыре месяца. Когда они опять сделали свой бразильский состав полностью. Я думал, сейчас вернется вот эта игра. Он же видит со стороны, что команда делает ерунду. Вот просто наполнейшая дичь. Почему он не ставит паузу, не говорит там раунды какие-нибудь? Но мне кажется, было бы эффектнее, если бы Мибры просто подходили на Б все раунды. И раскидывали Б, вот дефолтная раскидка Б. Они бы выиграли больше, мне кажется. Я вот помню, у Мибров паузу одну. Они за атаку играли, и эта пауза была поставлена. И потом они решили просто плент заражить. И там поумирали. На Дасте они так же сделали паузу, в смоки, в вылазе. Не знаю, очень непонятно. Все это Best of 3 для меня невероятно непонятно. У меня вот все время это кошка, знаешь, мем, которая вот так вот с руками стоит. И не знаю, что происходит. Вот вся игра такая. Что за одну, что за другую. Что на первой карте. Ну на верпассе вот такая структура была. Они как околдованы играют, знаешь. Зачарованы, околдованы. Да, можно сказать и так. У нас прям в этой студии что-то в последнее время все поют просто от души. В общем, на самом деле самое интересное, что по результатам этой серии команда Мибр, я думаю, для многих это большая неожиданность, занимает последнее место. ESL One Köln наравне с коллективом ENS, которые, будучи топ-3 командой рейтинга HLTV, также занимают последнее место по результату параллельного матча. Виталити смогли все-таки справиться с финской машиной со счетом 2-1. И теперь это не машина, а, видимо, лодочка, которая уплывает домой. В общем, впереди, друзья, у нас еще две Best of 3 серии. Анатолий Литл Яшин во время второй серии с вами попрощается, пойдет отдохнет и вечернюю аналитику к нам вернется. А вы, в свою очередь, никуда не уходите, потому что уже очень скоро продолжим.